Ребят, заходим, садимся на свободные места и очень внимательно слушаем. Ребят, всем привет! Убираем телефоны, ребят! И молдим, молодцы! Давайте начнём! Меня зовут Юлия Кузнецова, я географ, научный сотрудник на географическом факультете в Московском университете. И сегодня мы подумали, что было бы здорово поделиться с вами идеями, чем вообще занимаются современные географы и чем занимаются современные науки о земле, и какие у нас есть проблемы с этим. Вот смотрите, значит, ну, во-первых, когда мы говорим о науках о земле, если мы говорим именно о природной части, да, мы не будем сегодня говорить много про население, это тоже часть географии, изучение населения, экономики и так далее. Есть целые отделы, экономическая, социальная, политическая география и так далее. Но я занимаюсь вопросами, связанными с природой непосредственно, поэтому про это я вам сегодня хочу рассказать. Вот физическая география, очень многие представляют себе, что это такая наука, которая закончилась во время великих географических открытий. Ну, типа, всё открыли, колумб последний, ну, там, после него ещё несколько, да, великих путешественников, великих мореплавателей, и вроде как всё известно уже, что ещё делать. И когда людям, ну, спрашивают, чем я занимаюсь, или, там, у моих друзей, коллег, обычно вопросы такие, ну, наверное, в школе работаете сразу, ну, кто такой вообще больше изучать, ты меньше. Некоторые ещё догадывают про прогноз погоды, что чуть-чуть вот здесь вот можно чем-то ещё заниматься. На самом деле, физическая география — это такая очень обширная область знаний, и туда входит изучение массы вообще вещей, и о многом мы ещё даже не догадываемся, и нам предстоит это изучать. Может быть, кто-то из вас решит свою жизнь посвятить одной из проблем природы нашей. Ну, в частности, физическая география занимается разными опасными процессами, и мы очень плохо умеем прогнозировать катастрофы природные, поэтому они до сих пор случаются, неожиданно уносят жизни и здоровье многих людей, потери огромные, да. Здесь же находятся все вопросы, связанные с качеством нашей жизни, которое зависит во многом от природы. Качество воды, качество воздуха, да, как это всё происходит, как распространяется стритнение. И здесь уже мы говорим на стыке с экологией. Безусловно, когда мы обсуждаем экологические проблемы, естественно, будет важно смотреть, что там люди конкретно делают, какая у них активность, какая промышленность, да, в этих районах, о которых мы хотим поговорить и так далее. Но в целом это всё на стыке с науками о земле. Ну и ещё одна наука о земле — это геология. Мы про неё сегодня особо говорить не будем, потому что это, хотя коснёмся в некоторых катастрофических вопросах, но в целом это тоже очень живая наука и тоже напрямую занимается вопросами природных катастроф некоторых. Ну а кроме того, вы знаете, что до сих пор люди очень сильно зависят от полезных ископаемых, и, соответственно, геологи занимаются разведкой, поиском, и руд разных, и нефть, и так далее. Всё это современная наука, и она очень живая. Ну вот я хотела сегодня пройтись так поверху, некоторые вопросы с вами обсудить, чтобы у вас появилось ощущение вообще идеи, чем мы конкретно занимаемся. И первое, о чём я хотела с вами поговорить, это опасные природные процессы. Одно из таких ключевых, один из ключевых вопросов — важность для всех людей, правда же? И для географов, в частности, как объекта лечения. Какие можете опасные процессы природы вспомнить сразу? Извержение вулкана. Извержение вулкана, в тайфуна, и так, всё что ли. Суннами, землетрясения. Землетрясения. Паурики, всё такое. Ураганы. Вот мы сегодня с вами про все эти вещи немножко поговорим, но вот три, которых вы назвали, они объединены некими общими вещами. Сейчас про них обсудим поподробнее. Значит, у нас есть вулканы, извержение вулканов, есть землетрясения, есть туннами. Вы все эти вещи назвали. Вот скажите мне, что у них общего, как думаете? То, что они все связаны с активностью, с активностью, с активностью, с активностью. Точно. Они все... Тихо говорили, давайте сидеть. Они все завязаны на внутренние процессы в Земле, на тектонические разные силы, на атмосферные плиты. Вот давайте мы с вами обсудим по порядку вообще, что мы знаем об этом. Вот тут есть карта распространения собственных вулканов. Вот такие черные треугольнички, да, видите? И красные точки — это эпицентр землетрясений. Сразу видно, что одни и те же места, правда? Да. Вдоль одних и тех же линий большая часть землетрясений, активных вулканов сосредоточены на Земле. И вы правы. Если мы посмотрим на карты летосферных плит, то предыдущая карта, в общем-то, повторяет ее, да? Большая часть активных таких мест с точки зрения землетрясений и вулканов, они сконцентрированы в золь границ между летосферными плитами. Что такое плиты? Это очень большая... Давайте мы не будем, мы так, ну, чтобы все могли. Вот такие задачи встречали, это часть, я слушаю, которые когда-то рассеединились, а противоположные появились в части, это называется 3-4-5, так? Да, но в целом в правильную сторону, да, идем. Есть что добавить? Ну, сейчас, наверное, можно сказать, такая часть оболочки, застегивающая макмон. Вот тут мы стоим, впереди, да. Которые, получается, в основной макме плавают, и они постоянно двигаются, они постоянно как-то, получается, падные, будут как-то, постоянно появляются новые части. Вот смотрите, да, в целом верно. У нас есть наш шарик земной, он неоднородный внутри. Ну, вы все знаете, что есть ядро, есть мантия, которая состоит из вещества, она называется, как? С чего мантия состоит? Магма. Магма. А чем магма от лавы отличается? Лава наружу открывается из океанов, а магма внули. Не обязательно из океанов, это из вулканов. А магма, которая попала на поверхность суши, да, или там на дно моря, ну, как то, что на поверхность планеты, это будет лава, а как внутри магма. Так вот, смотрите, на поверхности мантии нашей у нас еще есть земная кора. И земная кора – это твердая оболочка такая, с кромпаном нашим шариком земном. Вот эта твердая оболочка, независимо от того, что там сверху, просто суша, или это огромные впадины, занятые морями и океанами, да, все равно она сплошная, эта оболочка, и она разбита огромными разломами, трещинами на отдельные кусочки, плиты. Обратите внимание, что у нас вот эти самые разломы, границы между плит, они не обязательно посередине или, наоборот, разграничивают сушу и море, да, они проходят как-то по-своему. Очень часто одна плита будет включать в себя и материк, и соседнюю часть океана, да. То есть просто наша твердая оболочка расколотна на кусочки. Но эти кусочки выжраво движутся. Ребят, тише! Движутся очень активно, и на их границах все самые опасные процессы на Земле происходят. Но самые опасные, я имею в виду именно измеротрясения, вулканы и тунами, да. И именно про эти процессы мы хуже всего понимаем вообще научно, как это работает, и главное, каким образом это предсказывать. Значит, смотрите, чтобы разобраться с природой вулканов, нам нужно понять, какие, собственно, процессы, что там происходит на границах между плитами. И есть три вида, собственно, границ, да. Как там они взаимодействуют? Два соседних блока, две соседних плиты между собой. Скажите мне, пожалуйста, земная кора в океанах, под океанами, да, и на материках, она одинаковая или разная? Разная. 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 нет она не пропитана вода конечно тоже дарит она плотная там главное что она отличается своей плотностью на другое здравение вниз не текла дело не в этом а на суше что она вниз течет у нас же есть озера нет но вода давит конечно но там главным образом сама кора плотная очень вот если вы возьмете вот эта стандартная шутка про килограмм гвоздей килограмм ватт они равны а объемы чего больше объем килограмм ваты да будет и килограмм гвоздей плотность другая гвоздей и они очень маленький объем занимают правильно здесь тоже самое вот тут у вас грубо говоря гвозди а здесь у вас очень грубо говоря важно поэтому океаническая кора тоненькая но тяжелая и она заныривает когда это не все спасибо она если у нас две два куска плит встречаются друг с дружкой а если они разные то что будет происходить тяжелая океаническая кора да она будет заныривать туда вниз она не может на залезть не может просто столкнуться просто потому что она более тяжелая она начинает опускаться в глубину правильно да вот если они одинаковые то тогда начнут горы образовывать а если они разные то они как бы расходятся аккуратненько и тяжелый океан ныряет а теперь скажите мне вот там в глубине такая температура очень высокая очень жарко значит вот эта вся твердая кора которая ныряет туда в глубь она начинает плавиться нагреваться сильные плавец правильно когда мы сильно нагреваем какое-нибудь вещество как изменяется объем больше больше становится не обязательно сразу жидким и нагреваем да потом она действительно расплавляется но объем увеличивается если особенно вот кто помладше если сомневаетесь очень легко проверить это дело вспомните когда вам холодно пожалуйста сказать что они это значит смотрите когда вам холодно вам сразу хочется сжаться так уголочек куда-нибудь да в одеяло и все и место вы мало занимать когда вам тепло сразу куча энергии начинается там активно до себя вести бег спрыгать все такое правда и ваш объем занятый увеличивается то же самое здесь происходит грубо говоря молекулы при нагревании они получают энергию да и начинают радоваться жизни месяца занимает новый вес объем растет а который может этот вот растущий зале и куда им деваться тогда если нету места только наружу там внутри свободного места нету если мы здесь вот все время поступает новое вещество само по себе нету дырки для него свободный правда еще и растет объем то весь этот лишний объем начинает прорываться наружу единственный путь и у нас с вами растут вулканы вот по такому сценарию появилась порядка 90 процентов вулканов на земле а мы сейчас обсудим не туда смотрите вот это место где океан ныряет под материк его прекрасно видно например на космических снимках видите здесь вот очень такая темная полоса идет как такие штуки называются впадины и моря русская парень варианты чуть чуть поюжнее но право правильно думаете назвать глубоководные желоба или глубоководные впадины по сути вот это океан как называется тихий а страна тут россия и тихий океан ныряет под нас мы видим место где он загибается видите темное и вдоль этой границы у нас растут вулканы вот этот полуостров кто знает камчатка камчатка вот вам самый большой знаменитый камчатский вулкан вообще их там десятки активных больше тридцати а если с неактивными уже с потухшими считать двоих и подавно больше там с учетами а вот ключевская сопка извержение 2013 года но последний такой серьезный хотя вулканы копчатки каждый год извергаются какой-нибудь хотя бы не обязательно мощную очередь но довольно серьезно обратите внимание какой идеальной формы да все такой классический вулкан а вот здесь вот еще есть страна япония молодцы молодец супер сейчас мы проверим все остальное значит вот это вот самый знаменитый японский вулкан называется фудияма слышали фудияма но вокруг него жопу есть японская да 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 это такая священная гора для японцев смотрите последнее извержение 300 лет назад как думаете эти вулканы они считаются активными какие они в целом бывают активные спящие и потухшие три вида так вот это такое условное разделение на самом деле но кроме потухших это те которые извергаться уже точно не будут мы знаем об этом а вот активные спящие это такое довольно условное условный термин да на самом деле насколько я знаю даже потухшие вулканы ну язык конечно но бывает спящие ну тогда они будут просто называться спящими если они могут вулкан вот смотрите условное разделение такое если вулкан извергался хотя бы раз на памяти людей исторической памяти даже если он там тысячу лет назад развергался но об этом есть свидетельство и все такое то обычно этот вулкан будет считать активным ну и если он снова может мы знаем что там активность под ним происходит все такое если мы знаем что под ним есть очаг где плавится магма где он может начать извержение но на памяти человечества не извергался тогда мы будем говорить что он спит да фактически и тот и другой вулканы будут считаться активными потому что извержения могут быть они на вот этом активном краю это сферных плит где одна ныряет под другую понятно обратите еще внимание мы к этому вернемся на форму у них идеальный такой конус красивый так крутые достаточно склон такой прям идеальный треугольник про форму чуть-чуть попозже поговорим значит ну вот если мы говорим про вулкан в целом про его строение вот такие вулканы в классической форме называются страны вулканы ну во-первых у них тут вот очаг в котором все это плавится как труба называется по которой поднимается магма как обливают жерла и кратер в которые все плевается а теперь скажите мне вот обратите внимание какой он полосатый все вулканы имеют похожую строение а еще что вот допустим лава темная светлые слои то что ну это наверное пока он не избегался там и душ была какая-то активность там это кстати хорошее предположение безусловно пока он спит например да там какие-то процессы идут ветер дует воду там да и они что-то перенакапливают но это будут локальные какие-то участки а вот если весь вулкан у него есть еще слои помимо лавы еще мощные слои чего что может извергаться из вулкана кроме лавы про посидян сейчас скажу что кроме лавы может извергаться из вулкана лава это что не горная порода горная порода это научное название камней у каждой горной породы свой состав и так далее лава это горная порода и куча разных видов что может извергаться из вулкана пепел ну дым то может конечно газы всякие но они не накапливаются а вот пепел может покрывать весь вулкан смотрите представьте что у вас было извержение закончилось да все и снизу больше не дали у вас вот этот жерло будет пустым оставаться до следующего извержения или как там часть лавы застынет внутри правда же но снизу не дает и она тут осталась стоять а теперь пробка застыла а теперь следующее извержение через там сколько нибудь лет тут накопилось много материала критическое давление началось извержение вот эта пробка взрывается и вылетает она вылетает не единым куском как из бутылки с шампанцем а она раскалывается на отдельные обломки и вулканический пепел это фактически песок то есть если вы посмотрите на него можно применять вулканический пепел ну знаете мне кажется не думаю только для бандосов ну а знаете мне кажется пепел опаснее чем песок потому что именно от пепла умирали целые города а сейчас вот про это скажу значит песок это просто название зерен определенного размера вот у нас есть гайка да глина когда вы возьмете ее если сухую она прям как в пыль да разлетается а песок это между все представляете песок зернышки там ну по спину с миллиметра да размер вот происхождение песка может быть разным бывает песок морской речной да а в данном случае это песок вулканический мы его называем пеплом чего не знаю но он меньше намного песка по очереди простите мне кажется пепел гораздо меньше нет но он не меньше песка он размером с песок обычно я просто сама наблюдала его много очень на камчатке в экспедиции не путайте с сигаретным пеплом пожалуйста это другая история в данном случае это размер песчаный обычно а почему он опасный потому что когда он он легкий разлетается на большие расстояния и он часто горячий и соответственно если он горячий то он выжигает все может быть пепел еще мельче чем песок но там уже разные разновидности будут это чтыц называется оливрит которые между песком и глиной размером но факт то что это от песка в основном это все таки песок мелкий тонкий песочек но факт то что его много вот например про помпеи все слышали там чуть ли не 14 метров песка выпало вот этого пепла во время извержения вот этого знаменитого так что пепел покрывает тоже все склоны потом снова лава пепел и так далее понятно да почему это слоеное такое вот тут можно посмотреть я очень надеюсь что у нас пойдет видео это текущая лава на Камчатке это извержение 2013 года извергался вулкан толбачек совсем недавно и вот посмотрите как она течет сосульки вот эти вот очень классные смотрите когда течет поток лавовый сверху воздух прохладный и из-за того что разница температуры на поверхности образуется такая корка уже застывшая и в принципе люди сейсмологи вулканологи ученые наши все друзья начинают там ходить радостно изучать это опасно безумно естественно но дико интересно вот они значит идут это вот мои коллеги снимали они идут по поверхности такого потока но иногда корка тоненькая она может провалиться или не сплошненько и иногда такие окошки есть специальный костюм обувь тоже есть такие окошки в этой корке когда вы наглядываете внутрь по сути у вас там под ногами течет самая лава а вот это вот сосульки вот эти это вот крышка вот эта корка она когда застывает такая пластичная и застывая стекает туда вниз засыхает и застывает сосульками мы видим вот как пещеры слышали про спалактики а это такие вулканические штуки очень похожие это вот первый сценарий все эти примеры были когда океан ныряет в материн второй вариант как у нас растут вулканы это места где наоборот кора разрывается два куска плит разъезжаются соответственно изнутри снизу может поступать новое вещество такие места есть во всех океанах значит вот Атлантический океан знаете на дне его посмотрите что гигантский хребет креснутый посередине вот так он выглядит в разрезе или вот как на этой картинке по сути там снизу постоянно поступает горячее вещество и выдавливает наш кусок коры а кора твердая она не может растянуться бесконечно как резиновая она сдувается таким сводом ну в какой-то момент она лопнет да и вот по этой лопнутой части по гигантскому разлому вот он вдоль всего этого хребта видите идет а могут подниматься и ну и не только из воды конечно в воде охлаждаются но если бы это на воздухе происходило тоже бы охлаживаться температура ниже чем там в глубине и у нас там постоянно образуется новая кора фактически из-за вот этих всех процессов две плиты начинают разъезжаться друг от дружки а посередине постоянно образуется новая кора и в том числе могут расти вулканы самый знаменитый вулкан который в таких условиях мы можем наблюдать это остров Исландия слышали про него? вот он Аклантический наш океан он прямо на поверхности вот этого хребта фактически это единственное место на земле где мы можем прямо ногами выходить по средине океанического хребту да вот по этому месту которое разрывает на части то есть это гигантский вулкан который перекрыл подводный хребет надо быть трещиной большой да и торчит наружу а на поверхности этой гигантской постройки уже отдельные можно конусы увидеть вулканические и так далее вот клавовые поля да и все прочее а может быть вы слышали про извержение 2010 года когда оно произошло во всех новостях как сумасшедшие Эйя Фьятла Йо Кундель он называется как? Эйя Фьятла Йо Кудель как вы это запомнили? по профессии положено когда в прошлом году приезжали иностранцы на чемпионат мира мы встретили случайных исландцев тут же была исландская команда сегодня радостно болели помните? и они начали с нами знакомиться и спрашивали какие исландские слова мы знали естественно им никто не мог ничего сказать а когда мы с друзьями географы выдали про Эйя Фьятла Йо Кудель мы не могли от них отделаться они за нами ходили хвостом мы говорили русские лучшие люди на свете вы знаете наш самый главный пункт в общем движение было очень серьезное в 2010 году оно было преимущественно пепловое ну то есть там были лавы но взрыв был настолько сильный что пеплы поднялись очень высоко в атмосферу и чем выше поднимается тем дальше разлетается логично, правда же? да вот если вы бутылку с водой сожжете чуть-чуть сожжете у вас рядышком вода пробьется а если сильно надавить у вас фонтан дает выше и дальше вода разлетится ровно то же самое здесь происходит смотрите вот как выглядели эти пепловые облака и вот здесь на карте видно как они распространялись вот это маленькая Исландия большая часть Европы было закрыто на несколько дней самолетное сообщение потому что самолеты опасно просто летать из-за такое сильное загрязнение пеплами и вот смотрите вот это уже Россия видите вот здесь островок торчит это новая земля от нее вот на юг продолжать это уральские горы а за ними уже Сибирь смотрите пепел из Исландии это летело туда конечно это не толще там метровые но факт то что он разлетается действительно очень далеко что прям видно было? так а Москва где-то вот примерно на границе скорее всего какие-нибудь отдельные частички там долетали и это не значит что вся Европа там метром пепла покрылась ну просто загрязнение в атмосфере очень большое поэтому было опасно ну типа не видно было в небо ничего или как? даже видно ну конечно цветность меняется мутная такой как смог да? это во-первых а во-вторых просто опасно для самолета вот смотрите какой злой вид он в этом месте да естественно все вот эта вот конфигурация странная она зависит от того как ветер дул в этот момент зависит от того как осадки да? там куда это все упадет так что это все сложные вещи которыми как раз географы и геологи занимаются и третий вариант третий сценарий как раз тут губавы это например Кавайские острова классическая история значит смотрите они прямо в центре Тихого океана прямо посередине плиты здесь нет никаких гигантских разломов в центре Тихого океана и вот основная теория сейчас теория горячих точек что по какой-то причине под корой образуются горячие точки магматические очки то есть место где постоянно плавится вот эта самая магма да? копится почему он там возник это очень сложно и непонятно до сих пор может быть кто-то из вас станет великим галканологом вполне вполне почему нет значит вот есть эти горячие точки соответственно регулярные как только там на копице достаточно всякого добра да? начинается движение вот изверглась раз-два опустошился этот очаг а плит это движется помните мы с вами говорили а и пока там копится в этом очаге новый материал плита над ним проезжает и в итоге смотрите вот сначала один да? вырос потом некоторое время более-менее спокойно плита отъехала рядом вырос другой плита снова отъехала рядом вырос третий скажите сколько активных вулканов вы давали? очень много а если подумать один только тот который сейчас над очагом смотрите еще раз вот вот у меня вырос один лукан да? точка на месте плита подвинулась вырос здесь другой плита продвинулась вырос третий активный остров остров это только то что над водой торчит на самом деле они огромные да? под водой там еще есть там мало острова один извините я вот всегда научил вопрос а я видите на плите постоянно что-то странили это получается в какой-то момент какие-то если мы с нами станут вот так вот под плиту уедут не они не под плиту уедут но они давят это правда когда сильные вулканы будут мощные они будут давить на плиту и проваливаться по собственным весам опускаться так кстати растут атоллы слышали про атоллы? коралловые острова такие в виде калечек да вот домой придете откройте гугл и полазите по тихому океану там очень много вот этих коралловых оттолковых травов что происходит значит ну вообще в Тихом океане много этих построек полканических да? и ну вот под зеркалом все некоторое время спокойно кораллы очень любят на островах таких селиться особенно когда где-нибудь в тропиках там тепло и прекрасно и все эти температуры идеально подходят им чтобы жить нужно верхний слой воды там где светло 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 и кислород они глубоко не могут поэтому в центральной части океана где нет островов они не поселятся там не на что прилепиться да? чтобы на поверхности оставаться а на вулканах они очень любят они начинают селиться по краям вулкана и получается кораллы вулкан постепенно тонет а получается кораллы да смотрите эти кораллы которые по кругу там наросли они тонут вместе с вулканом но это же не так в один момент происходит постепенно опускаются и они такие ой кажется наши нижние этажи топят нам тут дышать нечем и быстренько перебираются наверх и настраивают новые понимаете? и в итоге вулкан в какой-то момент выходит совсем под воду а коралловая постройка торчит колечком наружу да и там вот вода которая со стороны острова между коралловым рифом и островом она светлее а дальше она темнее ну то что там глубина меньше риф это то что под водой то что не вышло а если торчит наружу это острова а понятно да это вот третий сценарий как вулканы растут и посмотрите надобавая в частности сам вулкан какую-то другую форму иметь помните мы говорили первые да вот эти Камчатка, Япония здравый вулкан идеальный такой ровненький с крутыми склонами а здесь распластанные их еще называют щитовые вулканы похож на щит видели какие-нибудь фильмы средневековые там такой слабо выпуклые щиты да для защиты улицарей вот это такие щиты которые лежат на поверхности вот как думаете почему давайте я вам сейчас сначала вы пока думаете я вам покажу заодно параллельное извержение на чем думать на чем думать почему форма другая у вулкана вот это вот как извергаются гавайские здесь довольно светло не очень хорошо видно но видно да что тут красиво температура там может быть в сотни градусов тысячи градусов я конечно понял почему наверное потому что там извергался совсем понемножку она как сикалась и стекалась и вот это медленно смотри если мы если мы будем извергать воду из бутылки чуть-чуть она разве так легко разойдет медленно давление снизу вот часто говорят либо давление снизу разное либо плиты разъезжаются под этими щитовыми вулканами либо еще там сверху давят видно да разницу вот страты вулканы вот щитовые вулканы на самом деле я вам сейчас объясню почему вот гавайи щитовые вулканы да смотрите на лаву лавка озера можно ее использовать вот вот она настолько жидкая что дальше ее фонтанировать может если давление доставить это ноговая да вот она аккуратненько течет да а вот теперь так а хоть кто-то раз был лаву трогал хотя бы через костюм или что-то ну конечно и в ней можно плавать нет плавать нет но там рядом подходит видите очень много крови можете посмотреть как близко подходит и там на горе или в специальных каких-то перчатках образцы берут которые только свеже застывшие вот смотрите вот это вот уже лава просто для сравнения камчатская и вот здесь температура это вот наши коллеги снимали 700 примерно градусов она и так аккуратненько течет как думаете на что она похожа по консистенции своей на мед на что еще на воду на кисель ну очень часто говорят вот эти все сравнения значит вот сейчас к ней подойдет дяденька я попробую могу ли я переключить вперед да могу она длинная да да вот он смотрите сначала он подходит ему очень жарко он не может видеть близко даже без специальной защиты потому что там несколько сотен градусов температура сейчас я вам хочу где он подходит к этому потоку и бросает камень смотрите что будет с камнем тяжелый разглядеться ага он тупо отскочил он тупо отскочил в смысле помните только что гавайская лава которая супер жидкая фонтан пускается какая лава здесь твердая плотная она раскаленная и течет но плотность ее настолько большая что тяжеленный кусок породы лавы они очень тяжелые я поняла отскапивает как от твердого стола форма форма разная почему потому что это зависит от формы сейчас встал лавы и если она вот так выглядит тогда она создает более прямую форму а она жидкая она более жидкая растекается и следовательно лава бывает разная и есть лава которая очень жидкая такая текучая и на гавайях в частности такая поэтому она растекается быстро успевает прежде чем застывает а на камчатке она очень густая плотная и медленно она из-за этого медленно течет и форма будет с более крутыми склонами понятно да хорошо а вот это прям близко близко получается к нему лава да да ну вот он подходил значит ну вот про вулканы немножко поговорили извержение прогнозировать мы до сих пор толком не умеем естественно постоянно ведутся наблюдения мониторинг но чаще всего мы говорим что вот-вот извержение когда уже что-нибудь началось а так чтобы заранее предугадать да всем хочется заранее а пока что мы не умеем и поэтому за какой срок можно предвидеть извержение ну вот если например на камчатке там постоянный мониторинг вулканической активности посмотрите можете в гугле набить мониторинг вулкан в камчатке и вы увидите что они предсказывают предсказывают по сути чаще всего только когда уже началось то есть там пепел вырывается или еще что-то извините а то есть нет какого-то наверное такого периода когда вулканы более активны чем периода если бы он был это был бы нам подарок вы бы знали как их прогнозировать так нет они все очень по-разному есть предположение о том что у каждого вулкана по идее должна быть своя периодичность типа этот часто этот редко и так далее это зависит от глубины очага от его размера сколько там надо времени например может быть вы слышали про Йеллоустоу супервулкан про него очень много мифов ходят при этом американские геологи говорят что нет данных и нет вообще никаких научных обстанований для того чтобы говорить что он скоро извергнется и полпланеты снесет он спящий он извергался очень-очень-очень давно и когда снова тем страшнее что он учился давно если он не извергался там десятки тысяч лет кто скажет что он еще десятки не извергнется пока никаких особых реально научных подтверждений не было и со всеми вулканами так в целом да камчатские часто эти реже но так чтобы конкретно предсказать когда какой пока с этим очень большие проблемы что касается землетрясений значит ну во первых смотрите опять у нас и если мы вот здесь нанесены землетрясения за примерно 30 лет только за 30 лет в конце двадцатого века если пересчитать вот это вот на цифры общие на день то там если я не ошибаюсь не помню сейчас по-моему 30 что ли землетрясений в день или что-то типа того 30 землетрясений но только это самые слабые тоже считают постоянно где-то в общем либо там мы тут с вами сидим точно где-нибудь тряханет но это не значит что это будет сильное разрушительное землетрясение потому что здесь считается любая сейсмическая активность сейсмическая вы понимаете да это связано с землетрясениями самое опасное при землетрясениях это собственно волны которые расходятся от очага сейчас подробнее поговорим как это происходит волны на через камень через горные породы вот как на воде все видели волны фактически то же самое распространяется через твердые породы есть волны которые мы видим привычным нам привычные нам формы да условно вверх вниз или в стороны входит поверхность а есть волны которые связаны со сжатием растяжением то есть тоже камень под зданием например сжимается растягивается что происходит собственно так у нас случаются землетрясения во-первых сила их измеряется в баллах чем больше балл тем сильнее все это дело не случайно самые опасные с точки изделения землетрясений района это опять те же самые разломы и трещины в коре что здесь происходит вот смотрите очень часто люди ошибочно думают что когда мы говорим протяжение плит значит они аккуратненько так постоянно медленно едут это не так они толкают потому что там ну это не просто вот у вас есть разлом например вдоль него смещение какое-то должно быть но там же не дырка сплошная там все время они друг другу мешаются когда одна плита пытается сдвинуться вдоль другой она цепляется за ее поверхность все тут широковатое камень сплошной да и по сути вот они пытаются пытаются сдвинуться но цепляются за неровности и застревают все это дело а давление продолжает нарастать напряжение продолжает нарастать в какой-то момент все это и срывается вот примерно как попробуйте летом на море если кто-то поедет на пляже ну или здесь тоже какой-нибудь вот поедешь сделай эксперимент на пляже очень удобно когда песочек или камушки прямо в мешок накидать туда всякого барахла и на резинку на мусорный пакет можно тяните у вас резинка натягивается а пакет не движется потому что он там зацепился за всю неровность резинка тянется в какой-то момент напряжение в резинке настолько большое что у вас пакет и раз одновременно съехал потом снова нужно натягивать правда здесь фактически происходит то же самое очень долго копится напряжение в какой-то момент оно настолько большое что плите хватает силы сорваться именно в этот момент происходит землетрясение если бы они за друг за дружкой не цеплялись то не было никакого страшного ужасного землетрясения чем дольше копилось напряжение чем оно сильнее тем более серьезное землетрясение нас ждет если они не очень сильно друг за дружку цепляются по чуть-чуть по чуть-чуть съезжают землетрясение слабенькие и не опасные а вот если долго не было то тогда беда а значит вот он разлом вот то место где они собственно зацепились и пытаются съехать и где произошел срыв основной это анчат землетрясения и от него во время вот этого вот резкого да сдвига начинают распространяться волны как по воде камень бросили тоже резкий удар и у вас пошли волны кругами здесь то же самое но круги не в одной плоскости а как бы шаром во все стороны начинают расходиться да? воздух тоже ну воздух не так страшно а вот нам важно что по камню все это дело расходится естественно постепенно сила этих волн гаснет и чем ближе мы к печегу тем опаснее что такое эпицентр знаете? в новостях обычно говорят про эпицентр это та точка на поверхности земли которая прямо над очагом то есть очаг это где собственно сорвало откуда все пошло распространяться а эпицентр это над естественно эпицентр страдает сильнее всех потому что он ближе всех на поверхности к очагу правильно? и очаг может на разной глубине быть вы еще можете иногда слышать в новостях мелкий мелкофокусные землетрясения глубокофокусные мелкофокусные значит что очаг рядом с поверхностью значит беда тем кто рядом а если землетрясение глубоко случилось вот этот очаг там глубоко находится то пока он на поверхности вот эти все волны дают они сильно погасятся это не так опасно да? соответственно вот это все работает как на маленьких разломах так и на крупных вот пример наших с вами плит да? когда одна под другую ныряет цепляется за неровности и пошло землетрясение да? поэтому землетрясения чаще всего и случаются опять же вдоль границ плит где все разбито разломами где есть один какой-то основной и вокруг еще целая куча всего вот примеры нескольких землетрясений просто чтобы вы понимали о чем речь это Лиссабон знаете такую страну Португалию? да вот она в Европе находится Лиссабон по сути там такой залив через 100 тысяч человек значит там такой залив небольшой но фактически это берег Атлантического океана поэтому если в океане землетрясение произошло туда очень легко подойдет все это дело все все тихо ребята давайте тихонечко дописывайте передавайте но давайте мы продолжим хорошо? ребята тише спасибо значит у нас остался один тип природы нужно привести к тому что вода сотрясается над этим разломом и расходятся гигантские волны вот как это примерно происходит сейчас я найду вода в итоге у нас кольцами расходятся цунами обратите внимание что часто волна цунами не одна пусть одна самая мощная но за ней может прийти еще это поскольку это все как правило это вот так вот нет почему они если это в открытом море они по кругу расходятся точно так же как когда вы камень бросаете но ведь когда вы бросаете камень у вас не одна волна правда они все начинают вот попробуйте летом бросить камень не очень далеко от берега чтоб волны не успели потухнуть посмотрите когда у вас берег неровный да какой-то у вас куда-то эти волны заходят где-то они гасятся и так далее в общем в зависимости от того какой у нас берег у нас будет по-разному работать вот эта самая мощная волна цунами и те кто за ней идут от цунами вы можете в принципе до берега не дойти в целом может конечно естественно самые опасные места с точки зрения цунами это прибрежные районы так да и именно те где рядом с собственно суши есть какой-то разлом активный где может произойти землетрясение то есть вот помните мы говорили в Атлантическом океане у нас прямо посередине идет средина Атлантических хребет да по идее там движется все регулярно землетрясение возможно но если у нас далеко все это до суши то там ничего и не происходит в плане цунами а когда у нас фокусные районы близки к зонам разлом то тогда начинается самое опасное собственно карта опасности цунами снова повторяет литосферные плиты но именно те районы которые близко те районы границ которые близко к суше это вот вдоль обеих Америк да у нас пошла опасная зона вот эта вся часть Индийского океана потому что здесь видите много всего расколов расколов ну и наш конечно Дальний Восток Япония тоже с нами и Восточный Китай и Индонезия Индонезия это вот как раз в основном там Индийского океана и Тихо тоже иногда собственно цунами отдельный большой разговор как там происходит образование этой волны но главным образом это такой круг в котором движение происходит и когда круг упирается в берег волна врушивается на поверхность волна цунами круг этот огромный вы все понимаете что когда у нас есть волна на поверхности воды то что мы видим это не то же самое что течение по сути в волне вода ходит по кругу и мы видим только верхушку этого круга да любая волна прибойная ветровая цунами это будет круг который если он подходит к берегу пытается волна закрутиться туда полным кругом но уперлась в берегу и в итоге мы получаем этот заплеск да и когда круг большой а у цунами вот этот круг гигантский потому что сотряслась вся толща воды то и заплеск будет очень большой цунами что цунами о том что это не то что вот там и японии Совсем недавний, 2010 год Землетрясение 2011 Было близко к берегу И мощное фуннале Накрыло все погрешение Японии Они вообще молодцы При том, что их трясет регулярно У них редко, когда бывает катастрофа Все-таки, когда мы говорим катастрофа Это значит, что уже есть Пострадавшие и потери Иначе это просто какое-то Экстремальное событие природное Но не обязательно приводит катастрофическим последствиям Если у нас все хорошо и продумано Но вот конкретно здесь Разрушения были очень серьезные А кроме того, произошла Авария на атомной электростанции И они, кстати, были к этому совершенно не готовы Потому что они привыкли, что у них все Все стоит крепко и наклепко И все отлично После этого начались очень активные Научные работы Как исследовать Вообще вот эти опасные процессы И в том числе радиацию Которые немножко распространятся из-за аварий Вот как выглядит, собственно, цунами Чтобы вы понимали, что это редко Когда бывает, что прям стена воды Это просто огромные Много-много, там, миллионы тонн воды Которые потихонечку Заходят в берег И крушат на своем пути все Вот она, цунами А вот мы можем просто некоторое время посмотреть Там, минутку, да? И вот по этому домику Очень хорошо будет видно, как прибывает вода Когда говорят цунами высотой, там, 20 метров Это не значит, что стена воды С семиэтажный дом Прям стеной обрушилась Это значит, что вода поднялась до высоты 20 метров Над уровнем горя Понимаете? Надеюсь, у них у всех есть страхов Главное, чтобы страхователя не затопило Ну и обратите внимание Кажется, что это такое что-то спокойное Думаю, села огромная Машины просто как игрушечные, да, перетаскиваются И обратите внимание Как быстро поднимается вода Только что это была пустая парковка Теперь, да, ее углу нету Приходим так к дому вернуть Да, но потом это к дому Короче, да Где-то сколько только Семейшеке вошли на стул? Ну, немало Главное, тут люди Людей тут тоже достаточно Смотрите, уже почти под крышу Давайте я, чтобы время не тратить Немножечко вперед промотаю Вот уже от зеленой крыши не осталось ничего Поэтому, ну, как вы понимаете Цунами, это тоже страшная беда И поскольку, чтобы предсказать цунами Нам нужно начинать предсказывать землетрясения А с этим у нас проблемы Есть некоторые попытки предсказать Иногда более-менее удачные Есть такой метод сейсмических брешей Когда, допустим, у вас есть система разломов Да, единая В линию выстроенная там условно И мы понимаем, что это одна плита А это другая И они давят на все вот эту систему разломов одинаково То есть напряжение там везде накапливается И если у вас вот здесь потрясло И с другой части, совсем с другой стороны потрясло А посередине еще нет Можно предсказать, что здесь спора, наверное, перехонет Потому что, ну, у вас есть косвенные доказательства Что там серьезное напряжение накоплено И никак не выпущено, никак не реализовано Но все равно это так Это в редких случаях удается А в основном у нас с этим проблемы И, опять же, может кто-то из вас Решит заняться этими вопросами Еще буквально немножко хотела нам рассказать Про некоторые виды других природных Катастрофических процессов и явлений Наводнения Они уже не связаны с тектоникой Обычно, если мы не говорим про цунами Пара слов Это отдельная такая очень большая интересная история Собственно, то, чем я занимаюсь в науке Это реками и опасными процессами, связанными с реками Вдоль русла реки Это то, где у нас вода сейчас Вдоль русла всегда есть Ну, есть только это не каньон какой-то глубокий, горный Есть такие площадки ровные Называются они поим Их поима регулярно затапливаются во время наводнения Например, в Москве реки Все становятся нужники Да, но нужники стоят на пойме Именно поэтому они называются нужники Лужа, заливные луга Раньше это все затапливалось Пока у нас реку не перегородили, да, будет Так вот, жить на пойме Значит подберегать себя риску наводнения Но, к сожалению, очень часто Люде вообще нужна вода Мы любим жить вредно Поэтому многочисленные города В мире с современным 21 веком До сих пор страдают от наводнений Вообще, кстати, наводнение Такое слово для новостей В науке есть паводки и половодья Паводки — это когда дождь выпадает А половодье — это когда что? Когда река поднимается Когда река поднимается Река поднимается и там, и там Это снег Это снег В половодье — полая вода Она же талая вода Чтобы вы просто запомнили Вот примеры серьезных наводнений На пойме, да Это вот в Польше Восточная Европа Река Глисла огромная Вышла из берегов И смотрите, какие гигантские площади затоплены Пойма бывает очень большой В некоторых крупных рек Это могут быть десятки километров И, соответственно, вся эта территория Может затапливаться Вот это Новый Орлеан Для него я вам еще чуть-чуть отдельно По поводу скажу Огромный город Знаменитый американский Стоит на реке Миссисипи И в 2005 году Затопило чуть ли не весь город Очень много страдавших Вот наводнение в России В Крымске Может быть Может быть кто-то из вас Слышал про него 2012 год Я в него жил Что? Я в него ходил по улицам Мощь, лодка, бортей Да, вот Ты знаешь, почему это произошло? Значит Во время Вот в это время Когда оно произошло За несколько дней Выпало осадков Дождей Столько, сколько обычно Здесь выпадает За 3-4 месяца Огромное количество воды Река не способна пропустить Такое количество за раз Особенно, если мы эту реку Загородили Да, мостами И прочее И в итоге мы получили Мощнейшее наводнение Почему такие экстремальные события Сейчас, буквально недавно вышла работа Ученые доказали Что вот это событие Связано с глобальным потеплением Мы переходим к вопросу Энкологии Да Из-за того, что у нас Но они возможны И без потепления Но в данном случае Из-за того, что температура В целом выше Так сложилась Вот эта атмосферная ситуация На Черном море Девчонки Девочки Хотите стул? Давай я тебе дам стульчик И ты сядешь спокойно Смотри, какой стул шикарный Трон прям Садись, садись Сложилась так ситуация На Черном море На соседнем Что действительно Серьезнейшая катастрофа Вот как выглядели Улицы В это время И некоторые Это помнят Не по Ютубу Да? О, прикольно Красиво Ничего прикольного Зато разъездом Вообще Дверь заливается Да, да Давайте хоть сколько Хоть У страны Собирала гуманитарную помощь Просто Жителям Потому что многие Остались без дома Без вещей Без всего А это просто у улицы города Да? Класс Нырной будет Угарить Да, наверное Девушки Да, и вот так Очень часто К такого рода событиям Приводят Вот вы называли В самом начале Когда я вас спрашивала Про какие опасные процессы Вы слышали Тайфуны Ураганы Очень часто К таким историям И вот в Новом Орлеане Про которые вы в частности Говорили Приводят Серьезные осадки Связанные С ураганами С ураганами Тайфунами Вот это Как тут выключить Звук Ну ладно Вот так выглядят Эти паводки Уже на горных рек Посмотрите Как быстро Набрыжала вода Я не буду вам до конца Показывают Там люди сейчас Вот с круслона полетят Да Оставьте Оставьте Ну их потом вытащили Там нескольких человек Смыло Но их вытащили И сгодают ниже Так что Понимаете Но факт то что Понимаете Как это быстро иногда Бывает Совершенно непрогнозируемо Вот серьезнейшие Наводнения В Бразилии Просто последствия Смотрите Да Машины на дереве Собственно Почему это происходит Это могут быть Как экстремальные осадки Так и Конкретные Атмосферные вихри Которые приносят Очень много дождя Когда вы говорите Слово ураган Имейте ввиду Что классический ураган По научному Это мощные вихри Атмосферные Типа циклонов Да Но чуть поменьше Чем циклоны Сильно закрученные Которые образуются В Атлантическом океане И от них страдают Штаты Мексика Там Все вот эти Вот центрально-американские Страны Само слово Ураган Произошло От языка Карибских индейцев Карибские острова Вот здесь Знаете, да? Немайка Это такое Да Так вот Местные индейцы Всю жизнь Страдали От страшных Штармов Имеющих Ветров И дождей Которые приносили Вот эти вихри С моря Мощные У них был бог Естественно Да? Когда Когда мы чуть не понимаем Мы Нам надо Как структурировать Это все Мы придумываем Суперсилу Вот они Верили в бога Уракана Или Хуракана Называли Который Отвечал За вот эти Мощные События Штормовые Ветровые И так далее И потом Слово Ураган Уже Из их языка Распространилось Во все языки Даже русский Хотя Где Карибские индейцы Где мы К слову В России Почти ураганов Не бывает Ну Классических Да? Когда в Москве Вот помните Может пару лет назад Ураган И даже Нечу человек Погибло Это был еще Не ураган Вот в российских Темой налогии Научной Ураган Это Вот Здесь А если мы говорим Ураганный ветер То это ветер У которого скорость Больше 30 метров В секунду В Москве Даже Два последних В прошлом летом Помните Было Позапрошло Там не было 30 метров То есть Фактически Это был штурмовой ветер Но это не ураганный Все еще То есть Здесь бывает Еще сильнее Да? Программ поедали Кстати Человек разбивает ног Если не ошибаюсь Ну Зависит Понятно Человек Если какой-то Огромный Такой сумоист То его Не перешивешь Но такого Классического Среднестатистического Там 15-17 метров Уже может Вполне Тяжело Будет Как минимум Идти Ломать А в Москве Когда был Этот ураган 17-го По-моему Это Любовь Это было 28 метров Все Все равно Еще не ураган Ураган Экстремальных И тайфуны И тайфуны 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 Это те же самые Ураган Только в Тихомокеане Они поменьше Но сильнее Закручены Весене Больше И дождя Больше Приносит Как это устроено Если у вас В каком-то месте Какая-то область Сильно нагрелась Да Над островом Например В море Воздух Нагревается Он легкий Когда нагревается Помните Объем увеличивается Объем увеличивается Значит он легче становится Он поднимается наверх Частично Раскручивается Сюда И у нас Получаются Такие ячейки Дальше Все это Начинает Закручиваться Вот Как бы Если смотреть сверху Мы получаем Атмосферный вихрь Чем больше Тем более Спокойно Чем меньше Тем сильнее Через закручено И кроме того Когда у нас Воздух поднимается Наверх Он остывает Потихоньку Сжимается И в него Начинает выдавливаться Вода И соответственно У нас все эти вихри Приносят осадки И ураганы И циклоны И все прочее Про это Можно отдельно Очень долго Благодарить Как все это В деталях Работает Так что В общем Немножко Представление Вы получили Вот собственно Сейчас Про видео Вот собственно В разрезе Циклон Ураган выглядит Очень похоже Только поменьше Как я сказала Это такая Мощная пачка У которой есть высота Это не плоское что-то И вот она Крутится И приносит Ключо Крутится Крутится Вертится Да Вот так выглядят Собственно Циклоны Кстати На космических снимках Очень легко Отвечать Можете дома Поиграть С этим Циклоны В северном полушарии Закручены Против часовой стрелки В южном Наоборот И вот это вот Циклон Или ураган Антициклон Да В обратную сторону Но антициклон Ты так не увидишь Потому что там осадков нет И соответственно Нет облаков Воздух закручен Но на снимке Космическом Непонятном Да Значит Ураган Катарина В южной части Атлантического океана В 2004 год Вот его последствия Он с океана Несется Приносит кучу воды И вот пожалуйста Оженые территории Затоплены Куча народу Там пострадала А вот как раз От чего пострадал Новый Орлеан 2005 год Гигантский ураган Катрина Тот был Катарин Не только женские Мужские тоже Там прямо есть список И раздают имена Вообще Это в Америке Клинится Все атлантические циклоны Давать им свои имена Собственные Обычай Они по кругу идут Но если Ну то есть Там есть список Если он закончился Они могут по кругу Начать Просто даты И имя Но если он Супер разрушительный Как например Вот этот То это имя Уже больше никому Не буду давать Чтобы было сразу Понятно О чем речь Если вот Вы про это событие Гигантский ураган Ни из-за землетрясения Ни из-за вулкана Гигантская Собрала Собрала всю эту воду И вышла из берегов Вот на ту самую пойму Про которую я говорила Вот эту площадку Из-за этого Огромные территории Затоплены Чтобы вы понимали Какие осадки Приносят вот эти вот Атлантические ураганы А вот вам Виде Вы Надо это напиток Это они в доме сидят Снимали? Да Да Это вот Я не сидя в доме Ну Знаете Мы все такие Глазные молодцы Когда сидим тут Я тоже очень люблю Смотреть Думать Ну что ж ты такое делаешь Ты иди оттуда Когда ты там находишься Наверное Глава не очень соображает Ну если на крыше выхода нет То да То да Но вообще Почему Даже если Ребят Даже если вы Не собираетесь Сниматься научно Этими проблемами Очень полезно Знать о том Как это все работает Потому что если вы Понимаете процессы То у вас гораздо больше Шансов спасти Вы понимаете Куда бежать Там Цунами Повыше Подальше от берега Да Там Всегда Не бежать Подальше На джинной территории Короче Это все Вполне Такие Вроде бы Простые вещи Уникальное явление Поэтому с ними Тут сложнее Но по крайней мере Если образуется ураган над океаном У нас есть несколько там Дней Или хотя бы часов Пока он дойдет до берега То с торнадо Все Хуже Он начинается прямо сразу Мы пока знаем Как скорее всего Образуется торнадо Когда у вас сильный ветер Дует Да По поверхности То что вдоль земли Собственно Вот эта нижняя часть Она начинает цепляться За сушу Ну за камни Ветки Травки И так далее Правильно И из-за этого разница В скорости возникает Здесь дует Спокойно Беспрепятствия Здесь дует Медленно И тогда верхняя часть Начинает туда подкручиваться Так же как вы Если вы на коньках катались На роликах Если какая-нибудь Вам под ногу Трещина или что-то попала У вас ноги Как бы начинают отставать А вас несет вперед Да И вы можете Опа Ну чувствуете Как это происходит Это вы Вы начинаете Бронировать торнадо Значит Соответственно Этот ветер Начинает закручиваться Туда вниз И катит перед собой Вот эту трубу Да Воздушную Если Труба По пути Своем На пути Своем Встречает Какое-то место Где Сильно жарко И воздух Теплый Поднимается Наверх То он Может Эту трубу Развернуть Вертикально Это один из Сценариев Как возникает Торнадо Есть ли Торнадо А что только Вот такие Вверх В смысле Идут Ну А А разве Торнадо Никогда Теплый Воздух Пересекается С холодным Есть разные Варианты Есть такие Тоже Особенно Смерч Там Над водой Когда у вас Облако И рядом Нет Под облако Не нагрелось А здесь Тепло Может Такое Быть Может быть Что они Спускаются Из Облаков Много Разных Вот это Самая Такая Классика Американская В частности Но В целом Да Много Вариантов Вот как Выглядит Красиво Прогнозировать Торнадо Мы не умеем Примерно Совсем Есть разные Работы На самом деле Про Потенциальную Опасность Есть некоторые Облака Для которых Характерно Характерно Образовать Вот это Очень клевый Пример Вы просто На силу Да Вот гараж Ну дождь Идет Выехал В машину Просто Чтобы понять Как это Все Мощно И быстро Происходит Вот Налетает Торнадо И все Машина Уже Ее раскручивает И от гаража Уже ничего не осталось Что делать Если ты попал Внутрь А были люди Которые летали В торнадо Вот насчет Выживших Не знаю Но дожди Из лягушек Например Это классика Интересно Чтобы люди Я хочу Влетать Торнадо Убивает Регулярно Убийца Вот здесь Видно Как формируется Сверху И спускается То есть Разные Есть сценарии Мы умеем Более-менее Вот Фомерики Естественно Это лучше Развитого Потому что Они страдают Чаще Более-менее Прогнозировать По облакам То есть Если формируются Вот эти Мощные облака Для которых Характерно Торнадо Туда Они могут Отправлять По повреждения Но все равно Прогнозировать С точностью Которой хочется Естественно Всем Сложно А плюс Он очень Хаотично Перемещается Поэтому Какой Дум Какой Дом И страдает У нас есть Торнадо Торнадо Связанная И группа Ну Людей Отправилась Туда И у них Была задача Что-то Попасть Торнадо Не самим Людям А Отправить Машину Со специальной Торнадо С технической Частью Физической Короче Они закидывают Машину И научились Прогнозировать Может нам так же попробовать Надо посмотреть Я не знаю Этот фильм Но В этом направлении Очень много Работ Идется Но пока что Люди продолжают Страдать Вот по поводу Штатов Вот сколько Торнадо Здесь По статистике Бывает Смотрите Есть штаты В которых Больше 100 Торнадо В год Вот в Техасе Здесь как же видно 150 155 Торнадо В год Это Это Вот за 20 лет Да С 90 И все Понятно Что это Не В какой-то Точке Штат Большой Но это Много Прям Много Правда Потому Что Здесь Плоско Здесь Хорошо Подгоняются Эти ветра Да И Полный И Суши Присот Чтобы У вас Не было Ощущения Что Торнадо Только В штатах Вот вам Европа У нас В России Как раз Такие Европрактические Вон В России И бывает И бывает Не так Часто Но Бывает У нас Страдают Знаете Кто регулярно Жители Вот Бережья Потому Что Там Часто Образуются На черном Море Смерчи Вообще По Томинологии Торнадо Это Сухопутная Что-то Смерч над Водой Но Принцип Одинаковый Просто Если Он Обратится Над Водой Это Новый Каждый Каждый Год Добавляются Желтые Почему Там Звезите Дайте Ответь На Вопрос Ребят Посмотрите Если Торнадо Над водой Он Затягивает Себя Кучу Воды И В итоге Мы Имеем Не просто Воздушную Трубу А Трубу Воды И Если Эта Труба Движется В сторону Суши Она Заходит На Берег У вас Верх Движется Спокойно Без Ребят Они Начинают Цепляться За Сушу За Землю И Тогда Труба Воды Падает Можете Почитать 2004 По-моему Год Я не Помню Точно Широкая Балка Под Новороссийском Просто Много Тон Воды Труба Шла С Моря И Упала В эту Балку Снесло Все Машины Вот Просто Вот Так Такой Водослик Мощный Почему Водим Первом Веке Так Много Это Такая Отчасти Из-за Того Что Мы Сводим Растительность И Пространство Большие Где Они Могут Гулять Плюс Глобальное Изменение Климата Которые Вероятно Увеличивают Частоту Еще Одна А Глобальное Потепление Идет Весь 20 Век Но Главным Образом Наблюдение Если Мы Посмотрим Там 17 В 17 Век Там Просто Мало Кто Фиксировал Это Все Дело А Сейчас Мы Каждое Замечаем Каждое Есть В Лето Но По Тот Что Их Все Равно Много В России Тоже У У Нас Конечно Не так Сильно В Центральной Полосе Но Все Равно Один Дые Лифры На Полях Можете Спокойно Наблюдать Если Будете Ездить В Электричке Или На Машине В Сагапия Смерча Где У Сагапия Нет Я не В Где Снял Это Геи Город Лейск А В Край Там Море Было Поле И В Воды Шоу Смерть Тогда Был Хороший Порыв В Электрик А Он С моря Захотел Я Просто Снимал Его Под Разными Ракурсами Вот Это Довольно Частая История На Черном Море Очень Много Это Все Побережье Оно О Одних Регуля Значит Собственно Мы Перешли Я Буквально Еще Несколько Слов Перед Тем Как Закончить Про Несколько Проблем Экологических Хотела Вам Сказать Вот Мы Начали Про Климат И Сразу Просится Вот Эта Тема Экологии Один Главных Вопрос Про Который Сейчас Все Говорят Это Глобальное Потепление Вот Смотрите С момента Как Мы Начали Сжигать Уголь Активное Индустриальное Развитие Пошло Средние Температуры Как Растут Повышены Да Сейчас У нас Мы точно Знаем Что Почти На Градус Общее Величение Температуры Кажется Что Это Мало В Среднем По Земле Но На самом Деле Это Более Чем Достаточно Для Подъема Океана Увеличения Частоты Опасных Процессов Климатических Дат И так Далее То Серьезная Такая Проблема И Целый Комплекс Начней Проблем Поэтому Не очень правильно Говорить Просто Глобальное Потепление Потому что Здесь Много Всего Внутри А Стоит Говорить Про Глобальное Увеличение Климата И Это Сейчас Одна Из Ключевых Задач Метеорологов Географов Поэтому Если Вы Решите Посвятить Свою Жизнь На Алухам Земле Вполне Вероятно Что Вот Этим Вам Придется Заниматься Проблем Увеличивается Постепенно И Сценарии Многие На Будущее Не Самые Хорошие Еще Одна Проблема Экологическая Которая Это Вхватка Воды И Глобальное Потепление В том Числе Приводит В тому Что Проблемы Воды Проблемы Воды Больше Воды Наоборот Больше А Где То Что Мировой Океан Придимается Это Пресно И Воды Никому Не Добавляет Это Не Так Просто Очень Дорого А Соленая Вода Поднимается Чуть Она Заходит В Подземные Воды И Начинается Засоление Подземных Вод Кроме Прочего Поэтому Здесь Очень Такой Пучок Целых Проблем Это Не Только Проблем Того Что У вас Нет Воды Пресной Речки Или Озера А Это Еще И Загрязнение И В общем Много И Сложно Все А Завтрашнего Дня Вступают В Моритуз Вот Смотрите По Прогнозу Ну Сейчас Уже Часть Из Этого Реализована Да Вот За 40 лет 20 Века На 20-30 Процентов Увеличится Нехватка Воды В среднем На Планете Потому что Население Кроме Прочем Растет Нужды Да Увеличиваются А Воды У нас Больше Становятся Грязные Есть Еще Проблема Качеству Воздуха Тоже Экологической Мы Очень Сильно Загрязняем Атмосферу Во время Своих Промышленных Фокусов И Частицы Которые Мы В итоге Дышим Они Разов Размер Бывают Но Разов Происхождение Но Реально Это Серьезная Такая Проблема Особенно В Больших Градах Вот Вам Пример Смога В Китае Вообще Люди Страдают Сильно От качества Увеличиваются Смог Смог Это Кто спросил Не вижу Смог Это От английского Смог И Фок Типа Дым И Туман То есть Это Такой Видимый Прям Видимое Загрязнение Воздуха Когда Пыль Все Частицы Они В Англии Они Висят Над городом И Не Продувают В Москве Смог Есть В Англии Регулярно Бывает Вообще В городах Которые Копловинах Плох Продуваются Это Особенно Частая Педа Обратите Внимание Как много Людей Здесь Ходят В Масках Вот У нас С вами Там Я не знаю Хотите Вы Подарок Сделать Сувенир Дайте Другу И Покупаете Ну Что Шоколадку Или Носки Смешные Еще Что То Или Своей Девушкой Идете Гулять И Подаваете Цветочек А Здесь Очень Часто Можно Видеть Парочки Которые Романтическое Свидание Они Заходят В Маленький Магазинчика Покупают Две Одинаковые Маски Ну Они Там Цветные Всякие Разные И Вот Они Потом Входят Двоем Два Идали Друг Друг И Так Даль То есть Это Серьезная Такая Беда И Прям Очень Часто Людей На Улицах Масков Кислотные Дожди Тоже Один Из Примеров Связанных С Грязнением Воздуха Некоторые Вещества Реагируют С Водой В Воздухе Получаются Слабые Кислоты Но Если Эти Кислоты Попадают В одном Месте То Они Начинают Все Разъедать Один Из Примеров Это Наш Север С С Квадратик Вот Вот Тут Должен Быть Кольц Остров Мочегорск Город Там Большой Завод Который Выпускает Кучу Филикар В Атмосферу И В Внутри В Отрезностях Идут Кислотные Дожди Кислотные Дожди Уже Съели Всю Тундру В Отрезностях И Даже Подъедают Камни Я Никогда Не забуду Как Это Выглядит Просто Вот Камень Он Правда Как будто Его Углами Корчащими И Шантали Ну И Последняя Проблема Про Которую Пару Слов Хотела Сказать Это То С Чем Науками Прямо Сейчас Нужно Что-то Делать И Науки О Земле Здесь Очень Сильно Помогают Потому Что Нельзя Просто Так Бездумно Взять С Женщину Свести В Одно Место И Думать Что Решено Прот Что Зачем Земление Да Просто Чтобы Вы Понимали Какова Эта Проблема Я Хотела Показать Несколько Примеров Свалов Крупных Это Африка Гарна Сюда Сводят Электронику Ненужную Вот Как Это Выглядит Люди На металл Разбирают Очень часто На втором Там Прям Вот Это Все Дело Ядовитый Дым Они Все Этим Дышат И Нижевоз Там Очень Низкий И В общем Это Прям Большая Обьда Зато Все Развитые Страны Радуются Что У них Опасных Отходов Они Избавляют Вот Так Вот Это Место Бангладеш Это Такое Кладбище Кораблей Да Ненужно Корабли В ЖЖ Есть Отчет Бывшего Капитана Такого Грузового Судна И Он Рассказывал Как Они Куда Собственно Эти суда Сгружают Последний Рейс Они Доходят До какого-то Места Максимально Близко Берегу Судно Дальше Идет На полном Ходу Команды Полностью Покидает Корабль И он Берега И Дальше Местные Местные Жители Разбирают Все Это Дело На Лом Как Вот Это Можно Разобрать На Лом Как То Нельзя Это Размонтировать Команды Извините, поздно, если на свалке будут примерно тех же самолетов, пускать свободно, да? Я не думаю. Ну блин, вот так. Можешь погуглить. Может тебе стоит заняться, просто вопрос иметь минаучный, и тогда ты получишь туда пропуск. Я. Ну вот эти наши пиликоны, пересыпаем их в другом, но очень часто не очень ошибся. А у нас тут такая же пилить. Да, да, да. Не очень хорошо рассчитано, а там еще, если это полигоны, официально должны улавливать фильтрат, потому что мусор, когда он там лежит долго, да, из него выделяется куча недостаточно токсичных отходов, и дальше в почве грунтовые водами разводятся. Этот фильтрат, его надо ловить. Но проблема наших полигонов в том, что они часто приходят... Да, они не пилят и ничего не делают. Ну, возможно, нам с вами предстоит это заняться. Задача, проблема с мусором огромная, в том числе потому, что нас, правда, много. Смотрите, как росло население, и мы продолжаем расти. То есть еще в начале 20 века, 100 лет назад, у нас было примерно в 7 раз меньше, чем сейчас вообще на планете. Ну, там, не в 7, а в 5, но сейчас нас действительно очень много, и у современного населения, особенно в развитых странах, все больше и больше, к сожалению, распространения такого популярности получает так называемую культуру одноразового потребления. Количество отходов, которое мы производим, растет просто в геометрической прогрессе, по сравнению с людьми. Потому что мы все больше и больше любим использовать все один раз и выбрасывать. Ну, вот здесь вот не будем уже времени совсем мало. Много было интересных событий в истории за последние, там, 150 лет, когда все новые объекты одноразовые появлялись. Некоторые из них сильно мучили качество жизни, например, подгузники или одноразовые, да, которые в медицину... Ребят, тише! ...на новый уровень. Но при этом все равно количество отходов вот этих одноразовых, оно фантастическое. И если мы не задумаемся об этом каждый из нас с вами, то ничего хорошего нас не ждет. Вот смотрите, как начиналась история с классиками. Мы, конечно, изобрели сильно раньше, но вот в 50-х годах, там, 70 лет назад всего лишь, началось массовое производство. Журнал «Лайф» знаменитый, может, слышали? Да. Смотрите, публикует счастливых людей с одноразовыми тарелками. Потому что реклама была настроена на то, что теперь хозяйкам не надо мыть посуду, теперь все классно, быстро и замечательно. Я не жиле, Лера. Но они подумали о том, что через 70 лет мы будем просто... Женщина не будет с помойкой. Мы будем просто, ну, вот, в таких условиях. Мы с вами в Москве каждый день выбрасываем по килограмму мусора в среднем, твердого, да, вот этого, в основном это пластик, конечно. При этом все отходы живут по-разному, но пластик из самых долгих, от 200, а некоторые пластиковые изделия еще дольше. И при этом подгузники, в них тоже пластик внутри, ну, полимер, да, специально это как разсорбирует как раз в лаву. Так что это все действительно большие... Это золенивые бутылки. Банки. А, бутылки, да. Слушай, у тебя нет такого такого безопасного метода, чтобы как-то, ну, они тихонечко разлагались, там, как-то, как-то, не мешают. Бумажное. Тем более, они разлагаются там, везде, вроде, получаются какие-то относительно безопасные вещества, если бы. С пластиком вообще все сложно, потому что мы его так недолго используем, так много накопили, но про него мало чего знали, как он действительно предлагается. Семь. Вот эта оценка, там, 200 лет, когда можно увидеть 500 лет, она такая умозрительная, потому что мы пока столько его не имеем на планете, столько времени, чтобы действительно знать. То есть это некоторые модели, да, лабораторные, некоторые примерные оценки. Проблема пластика в том, что он достаточно быстро разлагается до микрочастиц пластиковых, а дальше они в лаву бесконечно или летают в воздухе. Собственно, вот они плавают и приплывают в океаны, разве легко, это очень легко, разносятся водой и ветром. В итоге в океанах мы сейчас имеем гигантские мусорные пятна. Это такое, ты не знаешь, что там взвалка? Есть прям такие мусорные острова. Но это они и есть. Правильно говорить, все-таки не острова, потому что остров, это когда у тебя над водой. Это именно пятна, но их еще иногда называют пластиковый суп. То есть там в верхней метре воды, там огромное количество микрочастиц пластика. И вот дальше поедает плантон, плантон поедает рыбка, рыбку там. Они внутри пищевой цепи перемещаются, с ними ничего не происходит и накапливаются в организм. Поэтому я очень надеюсь, что все эти проблемы вы научитесь решать, что вы к этому подключитесь и нас ждет светлое будущее. Вообще, берегите себя, ребята, и своих близких. И своих близких. Как это называется? Да, когда ты знаешь о чем-то, ты вооружен против этого, да? Ты уже можешь что-то с этим сделать. Поэтому я надеюсь, что наша с вами не последняя встреча. Стоп! Стоп! Мы сегодня долго с вами беседовали. Все записались, это во-первых. Спасибо вам большое за внимание. Что надо сказать? Спасибо!